всем доброе утро на связи михаил ричард и сегодня нас продолжаем нашу рубрику макро трейдинг и торговлю в живом эфире на youtube канале брокера о маркетсе сегодня у нас уже 14 февраля с чем я всех вас поздравляю хорошо отпраздновать сегодняшний день ну и даже с утра хорошо поторговать для того чтобы на вечер были деньги которые можно было хорошо потратить так что у нас сегодня сегодня мы с вами разберем основные макроэкономические новости которые выходили в мире за эту неделю что нас ожидает на следующей неделе какие валютные пары мы можем на данный момент поторговать какие активы мы можем ложиться поэтому саживайтесь поудобнее будет максимально интересно ну и давайте будем начинать итак первое чего мы начнем это то что разберем с вами сначала основные новости которые выходили потом разберем чего нам ожидать от той или иной валютной пары и далее пройдемся по техническому анализу разберем и валютной пару которые можно заходить сделку возможно даже некоторые зайдем проведем итоги предыдущих сделок нас в самом-то деле интересно и и сделаем определенные выводы подготовиться к следующей неделе напоминаю что брокера маркет действует бонусы на 14 февраля поэтому то еще вдруг нет расчет может сейчас имеет хорошие возможности это сделать все ссылки будут в описании к этому видео ну и давайте разбираться что у нас идет о новостях первое что у нас по новости которые самые важные выходили в мире это инфляция в сша почему она важна можно как вы помните исходя из инфляции фрс будет принимать определенные меры по стимулированию или ужесточению экономики если инфляция будет расти очень быстро и будет расти его выше чем target то в таком случае фрс будет принимать меры по сокращению денег в экономике по повышению возможному повышению процентных ставок евро и как результат это все может привести к уменьшению ликвидности выходу денег из того же фондового рынка перевод в другие рынки то есть продажа американского доллара и как результат рост доходности по облигациям и падение цен на фондовые активы что у нас вышло в данный момент на данный момент у нас такая интересная ситуация буквально вчера 13 февраля мы слышали данные по инфляции в сша и это инфляция у нас выросла до уровня два с половиной процента то есть мы видим что уже с октября 2019 года до текущего момента 4 месяца подряд инфляция растет и потому что растет она очень быстрыми темпами с 1 7 процента до два с половиной процента это очень быстрые темпы роста инфляции которые так или иначе придется правительству и там уже фрс как-то замедлять самым простым способом замедления это идти эти денег из экономики или уменьшение программы выкупа который на данный момент проводит фрс то есть сейчас еженедельно по 60 миллиардов долларов раз вливает в рак то есть тем самым разгоняет меня денежную базу и непосредственно растет баланс центробанк вот буквально последние пару дней уже мы видим что идет постепенное замедление но это вот только-только последняя последние буквально пару недель то есть сейчас мы видим что шло очень сильно и вливаем очень большое вливание денег в экономику эти денег мы видим очень очень много выросли до 4 запятая 12 триллиона долларов это база в числе 12 долларов это очень большой объем денег который мы видим как отразился на фондовом рынке который очень даже неплохо вырос за вас даже с начала 2020 года видим уже рост на 5 процентов это много для фондового рынка это очень очень много вот в то же время доходности по облигациям они уже не такие интересные недостаточно 10 лет не дают достаточно низкую доходность на уровне 1 6 процента это конечно же сравнение больше чем все другие рынки чем все другие облигации дают но в то же время так как у нас не ожидается дальнейшего снижения процента ставок так как у нас не ожидается дальнейшего кого-то роста цен на облигации в результате данная доходность является достаточно такой уже низковато поэтому ближайшее время мы можем видеть следующий пресс начнет заявлять о том что будет снижать объем выкупа что уже заявил фрб нью-йорка буквально вчера вечером далее мы можем увидеть то что этот объем выкупа может вообще замедлиться а то и его на счет изымать деньги за канал поэтому на данный момент это все может привести к падению американского доллара и как по usd больше рассматриваем продажу чем покупку самая интересная ситуация по еврозоне еврозоне на самом-то деле вот такого резкого падения которые у нас сейчас происходит он буквально за 10 дней подряд такого не было на самом-то деле практически не то что никогда но очень-очень давно то есть так чтобы рынок падал и вообще и без откат на то чтобы ни разу даже не хоть какой-то небольшой откате сделал такого давно давно не было и вот это падение которое уже сейчас произошло 262 пункта и даже не даже еще ниже однонаправленно действительно это такого давно давно не было это для многих этого стратегии на самом-то деле является достаточно убийственным тренд вот что сейчас на данный момент по если мы говорим вообще про про евро продолжается политика стимулирования деньги в экономику вливают денег все больше и эта политика будет продолжаться еще ближайшее время поэтому ожидать то что будет какой-то сильный рост в евро принципе не стоит но есть одно маленькое но так как в еврозоне можно занять деньги под достаточно низкие проценты их выгодно инвестировать в другие страны как развивающие страны такие как украина россия бразилии амнистика так и развиты это я как в данном случае это сша так как на данный момент у нас сша уже не ожидается снижение ставок недоходности на самом низком уровне то в ближайшее время мы можем ожидать что будет отток капитала из штатов и обратное возвращение в евро поэтому можем ожидать какой-то откат по валютной паре евро-доллар и какой-то небольшой рост для этого понятное дело ждем сигнал что у нас появился что можно было покупать но пока такая картина поэтому еврозона сама по себе сел но именно евро-доллар в ближайшее время можем ожидать какого-то небольшого и небольшого но в любом случае отката какого-то можем ожидать где-то наполовину вот этого всего движения так дальше из интересных новостей которые у нас в принципе ожидаются на следующей неделе это новости по инфляции в великобритании и новости о инфляции в канаде и и одни и другие принципе ожидается что инфляция будет расти на если мы сейчас посмотрим по той же юнайтед киндом где наш а вот 1 3 процента и и канада 2 и 2 процента то есть что мы здесь видим по британию в первую очередь снижается деньги в экономику вливаются то есть какая-то аномалия происходит поэтому эти деньги еще продолжат вливаться процентные ставки понятное дело никакого повышения речи идти не может наоборот вот можно и даже снижение будет тем более это на фоне того же брезда выгодно британии то и на данный момент ожидается что ну тут тоже такой интересный момент согласно трейдинг экономикс ожидается что инфляция не поменяется согласно инвестингу ожидается что инфляция вырастет к 1 5 процентов поэтому посмотрим как какая она будет но даже рост они 5 процентов не такой большой рост потому что по инфляции 2 процента и так уж и много тем более что до этого все время инфляция снижалась то есть один месяц роста не о чем не говорит это поэтому по британии на данный момент больше продажи чем покупка что касается канаду он по канаде здесь интересная картина инфляция продолжает расти у нас у нас растет это все может привести к тому что банка надо может повышать те же процентные ставки или изымать деньги закану результате это все приведет к укреплению канадского доллара и ждем новых данных по инфляции если она вырастет хотя тоже были утренник он говорит что по мнению их аналитиков это останется неизменной то есть даже если останется неизменным это все равно хорошо но даже если вырастет то есть санкции на то что процентные ставки будут повышенным в результате за счет того что у нас government banks дают десятилетки на данный момент доход на середине 39 процента что принципе очень даже неплохо в сравнении с другим миром можно ожидать укрепление именно канадского доллара на это тем более есть даже технические причины мы с вами кстати на прошлой неделе как раз канадского доллара и продавали ну именно юсд канада так то есть пока такая ситуация самым интересным валютой для текущих вложений как бы это странно звучало но является австралия украинская гривна и российский рубль поэтому к ним будем более пристальное внимание обращать именно больше на покупке чем на продаже по российскому рублю тоже процентные ставки на данный момент снизили доходности по тем же гос облигациям уже находится на уровне нормы доходности но то же время за счет того что ожидается снижение еще больше процент наставок то мы можем ожидать что и по россии будет еще еще будут расти цены на те же длинные облигации и как результатом на этом тоже можно заработать то есть можно сыграть чисто спекулятивный а спекулятивном интересе поэтому пока российский рубль может стабилизироваться где-то в районе 64 65 и потом может быть это небольшое укрепление ну пока пока ждем но потому что согласно в принципе макро ситуации только спекулятивная составляющая играет все остальное здесь играть против рубля вот поэтому ситуации у нас следующие пока картинка у нас не поменялось из интересных и активов для покупки только швейцарии и японии кстати по швейцарии у нас вышли данные по инфляции а как вы понимаете инфляция у нас одна из самых главных один из самых главных показателей в швейцарии на который мы особое внимание обращаем видео что нам продолжают рост сейчас немного замедлилось но до 0 2 процентов вот поэтому посмотрим как она будет себя дальше вести но швейцарии больше у нас будет рассматривать пока еще попытку чем продаж так соответственно валютная матрица имеет на следующий вид вот такая вот картинка и ближайшее время большинство валют мы можем торговать сугубо по техническому и статистическому и статистическому анализу как его торговать вы знаете уже предыдущих видео я рассказывал поэтому сегодня мы уже работаем именно на практику и кроме франк иена который можно осматривать больше на продажу когда на это появится сигнал это то что касается макроэкономической составляющей давайте разберем что же у нас сейчас по технике так давайте пройдемся самого начала валют у нас много будет я не буду на всех останавливаться вы как на некоторых 1 евро доллар евро у нас видите панике просто падает мы говорю такого сильного движения вниз еще никогда не было нам удалось здесь немного заработать как раз идеально прям дошли до нашего нашего тейка но вот такого сильного падения действительно давно не видел говорим это это падение одно из таких тяжелых падений для многих роботов которые работают на киеве на данный момент единственное что нужно сидеть и ждать восстановление вот ну в целом по евро сейчас ждем сигнала пока его к петер здесь был один сигнал моего не отработали потому что на следующий день на странах не вернулся обратно поэтому пока ждем других сигналов на покупку по валютной паре евро доллар по фунту пока находимся в флете здесь был утритесь сигнал у нас у нас дал в данном случае у нас эфира не было поэтому вот здесь в любом случае не покупали поэтому я его тоже не я в него тоже не заходил по франку все пока идет по плану то есть как мы с вами говорили возможный всплеск наверх и после чего дальнейший возврат вниз пока сигналов как таковых нет данные движения это первое движение наверх которые на котором мы не продаем поэтому эти строчки даже убираем поэтому пока ничего нет по и не у нас был сигнал хороший на продажу некоторые ребята счета за переделом писали что они продавали но пока тенденция больше вниз на самом-то деле но это первое движение которое тоже пока я в него не заходил пока лучше подождать по новой новой зеландии иена во флете пока сигналов нет нцд и ездят тоже пока во флете сигналов не доллар канаде смоню его как раз продавали там искать с вами проливали в прямом эфире на данный момент смотрите вчера я буквально по этим ценам закрыл половину объема провала номер пять осталось 002 и ждем дальнейшего падения к тэйку далее out usd по звезды был сигнал на покупку пока тенденция во флете но вообще а у везде говорю это один из немногих инструментов которые можно рассматривать на покупку с дальнейшей целью где-то в район ночи от 853 то есть по большому счету если вы не отрабатываете чистоте технические модели а работаете по рискам здесь уже можно зайти себе и ждать на более долгосрочную перспективу дальнейшего роста честно говоря я думаю что с вами прям зайду сейчас и мы его купили так что у нас тут по стоп-лоссу стандартно выставляю и ты профит у нас будет где-то в районе 068 45 068 45 все ждем пусть растет себя так а вот как по флоте пока ничего интересного нет а у франк тоже пока у нас по флоте ничего интересного нет это что во флоте сигналы как бы показывается но это у нас первое движение поэтому на таком движении мы ничего не делаем тут вообще возможное движение где-то сюда а то и чуть выше поэтому подождем аудиен а вот отработали наш той профит ждем дальнейшего развития событий пока сигналов нет кат франк зашли в провал вы вернулись обратно идем к тайку все шикарно все прекрасно то есть пока в общении никаких сигналов на то чтобы тут выходить из сделки или еще что делать нет тем более что канада у нас больше рассматривается на укрепление франом больше рассматривается на падение кстати один такой момент кажется тут забыл поменять канадский должен у нас рассматривается не продаж пропустил то есть и валютная матрица вот имеется следующий вид так теперь будет правильно вот поэтому пока пока вот такая вот картина дальше канада и она пока во флоте ничего интересного нет видео управлено мокационным франк и она тоже пока во флоте евро out отработал уже пока ничего не делаем дальше еврокат он после этого сильного движения здесь может сформироваться сейчас какой-то какая-то и когда можно его будет рассматривать покупку но пока сигналов в принципе нет евро франк на следующие евро франк на самом деле хорошо бы пошел нашу сторону но потом решил пойти в другую сторону вот поэтому сейчас пока ждем новых сигналов возможно будем добиваться далее поход евро фунт тоже идеально отработал дэй профит и пошел в обратку ждем пока тут сигналов как таковых нет здесь вот и тем более по технике даже нет никакого захода евро я на та же самая картина евро нзд во флоте фунт out во флоте фунт канада во флоте фунт франк неинтересен фунт иена во флоте фунт нзд во флоте нзд канада то же самое то есть я их даже не рассматриваю потому что они просто неинтересно так доллар рубль тоже во флоте идеально у нас тут отрабатывал все как мы говорили с вами на прошлой неделе что где-то в район 64 6450 так у меня так у меня дошел сейчас находятся тоже в таком широком флоте будет я думаю что в ближайшее время нас будет наш диапазон будет где-то 63 нижней границы 64 верхней плюс-минус в этом диапазоне будем с вами торговаться так дальше по фондовым индексом пока smp 500 обновляет свои максимумы на самом деле вопрос там сколько это будет продолжаться но пока сигналов как таковых именно с точки зрения макроэкономики именно сейчас пока нет но в ближайшее время если действительно начнется сокращение объема денег но некие повышение процентов или по крайней мере намек какой-то на повышение процентов наставок это все приведет к резкому падению фондовых индексов так и интересно еще что-то нас bitcoin bitcoin пока находится на своих максимумах я думаю что сейчас будем находиться в этом флоте широком покажу цена точно так верхняя цена у нас будет это уровень где-то 10 500 и нижняя цена это будет уровень районе 90 пока в этом флоте будем долго находиться и ближайшее время я думаю что принципе bitcoin может дальше продолжить свой рост потому что есть основания что сейчас капитал может заходить в криптовалютные собственно это мне все речь и успехов больше профитов надеюсь информация была максимально полезной ставьте лайки этому видео делитесь и друзьями пишите комментарии спрашивайте я все читаю удаюсь отвечать и и будьте успешны увидимся с вами скоро